Мы, компания Дэмфармлаб, приветствуем вас у себя. Сегодня мы вам расскажем о лечении грибка в принципе и покажем наш подход к этой болезни. Да, грибок. С чего же начать? Тут так много всего, но, пожалуй, одна из самых больных тем – это грибок ногтей. К сожалению, по статистике врачи правильно ставят диагноз «грибок ногтей» только в 30% случаев. Печально то, что все препараты, которые прописываются для того, чтобы вылечить грибок, это очень сильные яды, которые в любом случае вредят печени и почкам. При подозрении грибка необходимо сдать соскоб и посев на грибок. При подозрении грибка ногтей еще желательно проконсультироваться с мастером медицинского маникюра, чтобы исключить причину неудобной обуви и обычную травму пластины. Еще очень неприятная проблема – это запах. Мы забываем, что неприятный запах тела исходит не только от грибка ног. Эпидермофития кожных складок – это поражение эпидермиса грибковой этиологии, возникающей в крупных складках кожи, в паху, в подмышках, под грудью, в межъягодичных складках. Меняется цвет кожи на более темный, появляется покраснение, может присутствовать зуд и неприятный запах. И это не проблема людей только с лишним весом. Жаркий климат и высокая влажность влияют на человека с пониженной функцией иммунитета и могут приносить не только эстетический дискомфорт. И, конечно, лечат грибок именно ядом. Подобный подход уместен при лечении грибка, который угрожает жизни пациента или плодоматери. Однако, если нет опасности для жизни, можно подобрать безопасную альтернативу, как фунгитимус, и попробовать исключить такие средства, как формидон, главный ингрейент которого – это формальдегид, активно провоцирующий рак. Еще формальдегид используется для бальзамирования трупов. Мизол, флюкостат, клатримазол, фукорцин и еще многие другие яды. Грибок кожи и ногтей сложно лечить по нескольким причинам. Грибок живет в глубоких тканях кожи и ногтей. Иммунитет организма слабый. Вы сами подкармливаете грибок. Грибок питается сахаром, а людям тяжело менять свои пищевые привычки. Лечится вслепую или слушает меда-блогеров. В наших статьях специалисты рассказывают, как просто и без усилий соблюдать правильную диету. Еще из статьи можно узнать интересный факт, что большинство грибков просто выходят из-под контроля. Хоть до того, как произошел сбой иммунитета, они сами являлись частью этого приобретенного иммунитета. Но не суть. Грибок мешает здесь и сейчас. И даже отказ от молочных продуктов не дает моментального эффекта. Что же делать? Можно использовать эфирные масла, но они попросту не справятся с грибком. Хоть и уничтожают его на поверхности без вреда организму. Нужно, чтобы эфирные масла проникли в глубокие ткани и убили споры грибка, как делают это другие яды. Но в отличие от них не нанесли ущерб. Этого мы добились в особой формуле крема фунгитимус. Крем не вредит внутренним органам тела и даже помогает укрепить иммунитет. Если использовать его по инструкции, весь состав ингредиентов раскрывает свой потенциал. И он даже запах способен убрать уже после первых применений. Витамин С. В форме аскорбил тетраизопальмитата. Это единственная некислая форма витамина С, которая с легкостью проникает в клетки кожи и не нарушает PH тела. И стимулирует иммунитет. Экстракт облепихового масла. Само по себе это очень действенное средство. Но в том, что можно найти в аптеках, его дозы микроскопические и разбавляются дешевыми аналогами. Мы взяли именно то количество экстракта, которое требуется для вашего иммунитета. Экстракт масла черного тмина и экстракт алоэ имеют общую функцию антиоксидантного эффекта. Вдобавок к экстракту ромашки и уникальному соотношению этих трех ингредиентов, нам удалось увеличить проходимость всех ингредиентов в глубокие слои ткани кожи и ногтей. Особенно важно было добиться эффекта проникновения для масла чабреца, который уничтожает споры грибка, также проникая сквозь их защитную мембрану. Витамин Е из ягод рябины укрепляет стенки клеток эпидермиса и мягкого слоя ногтей, куда распространяются злокачественные споры грибка. Крем фунгитимус – это мощный природный состав. Наносить его нужно тонким слоем и исключить попадание в слизистые, дабы избежать легкого ожога. Фунгитимус не травит организм, не вызывает изменения во внутренних органах и не подвергает разрушению ваше хрупкое здоровье. Нужно лечиться так, чтобы не получить потом букет тяжелых последствий. После многочисленных испытаний мы обнаружили, что неприятный запах уходит после одного-двух применений, а грибок в складках кожи проходит в среднем спустя несколько недель. Наше решение уникальное, потому что мы знаем все корни причин грибка и как с ним бороться. Крем наносится очень тонким слоем на пораженную часто кожу или ногти. Между каждым нанесением крема нужно, чтобы прошло хотя бы три часа. Результат не заставит себя ждать, если в день это будет повторяться от одного до трех раз. Нельзя делать компрессы с кремом или смешивать его с другими препаратами. Приобрести крем можно на нашем сайте. Оплата происходит только при получении доставки. В среднем доставка занимает пять дней, но мы стараемся каждый наш заказ отправлять курьерам Почты России. Грибок просто вылечить и также просто разрушить здоровье внутренних органов. Однако с фунгитимусом опасность стремится вниз. На нашем сайте мы рассказываем, как самостоятельно вылечить грибок. Но если вы не хотите ждать, пока тело восстановит иммунитет, а уже потом займется грибком, то наш крем поможет вам уже сейчас. Продолжение следует... Продолжение следует...